Этот аппарат для рентгенологических исследований является одним из последних приобретений Нефтекамской городской больницы. Новая медицинская техника в травматологическое отделение требовалась давно. Это было связано с необходимостью обследования больных с переломами или тех пациентов, которые находятся на скелетном вытяжении конечностей и не могут самостоятельно дойти до рентген-лаборатории. Приходим, снимаем лежащих больных. И аппарат работает на пульте управления и удобнее работать нам. И облучение, расстояние больше снимать снимки. Снимки получаются отличные. Нам был необходим именно такой передвижной аппарат, чтобы можно было выполнять рентгенологические исследования непосредственно у постели больного. Этот аппарат уже более современный. У нас был до этого, естественно, уже немножечко, скажем так, старого образца. Новая техника позволила врачам сократить время ожидания операции и наблюдать за больным в динамике, говорят специалисты. В отдельных случаях только рентген-исследование является основным источником информации о состоянии пациента и даёт понять, необходимо оперативное вмешательство или нет. Специфика Нефтекамской городской больницы определяет то, что сюда направляются тяжёлые больные, в том числе из прикреплённых территорий, которые нуждаются в своевременном оперативном вмешательстве. Поэтому вторая часть этих средств тоже через проведение аукционов было направлено на приобретение операционных столов. Мы эти операционные столы сейчас тоже получили и ждём проведения пусконаладочных работ. Специалисты больницы говорят, что новое оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи. Средства на покупку новой техники выделила башкирская лотерейная компания «Урал-Лото». В рамках социальной программы для республики 10% от каждого проданного билета идёт в помощь социальным объектам региона. Для Нефтекамска эта сумма составила 2 миллиона рублей. Лилия Ахметова, Булат Мирзин, информационная программа «Ежедневник».